Депутаты Народного хурала Традиционный час заявлений перед основной повесткой сессии начался с обращения Геннадия Доржиева. Депутат предложил всем коллегам, а также сотрудникам предприятия республики, перечислить свой однодневный заработок на оказание помощи участникам спецоперации и их семьям. В первую очередь, чтобы ребята чувствовали заботу, поддержку. Это главное. Чтобы были уверены. И когда тылы защищены, у ребят совершенно будет настрой, дух боевой другой. Также на поддержку участников спецоперации пошла часть средств, которые депутаты получили на исполнение наказов избирателей. Депутатами Народного хурала принято решение и уже направлено 100 миллионов рублей на поддержку наших военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Это именно на обмандирование, это на оборудование, тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного видения. Кроме этого, депутаты Народного хурала, которые у нас бизнесмены, они оказывают помощь еще и Старобежскому району на восстановление разрушенных школ, детских садов, инфраструктуры и так далее. Геннадий Ильич, например, который возглавляет СМИД, СМИД выделил 3 миллиона рублей, раз, калиновым, строим материалы. Ну и другие депутаты также еще продолжают оказывать такую помощь. Но население республики в стороне не стоит. И вот есть у нас Добродом, который тоже занимается этим вопросом, и население помогает вкладывать свои средства, вещи приносит и так далее, которые также направляются в зону военных действий, боевых действий. Добровольцы, которые вступили в специальный батальон «Байкал», теперь имеют такие же льготы, как и контрактники. Это касается в том числе и льготной очереди в детсады, и преимущества при поступлении в ВУЗ для детей бойцов, а также сохранения рабочего места и заработной платы. Здесь очень важно, что сами руководители столкнулись с такой проблемой, что они не могут работать дальше без этих специалистов. И в то же время за содержание своей ИП или своей компании они должны платить налоги. И поэтому им проще как бы закрыться. И получается такая ситуация, что если они закрываются, то наш воин возвращается, а этой компании уже нет. Поэтому здесь, наверное, все-таки надо сейчас просмотреть вот эти моменты. Понятно, что крупные предприятия, такие как авиационный завод, приборка и другие, да, они сохранят эти рабочие места. А вот как быть с мелкими предпринимателями? Здесь вопрос как бы пока не совсем понятен, но ситуация такая, что на данный момент нам бы мобилизованных распространяются те же самые условия поддержки, как и на контрактников. Еще один законопроект, который получил положительное заключение, касается детей-сирот. Пока ребенок не получит квартиру, которая по закону ему положена, он имеет право прописаться по адресу местной администрации. Это сделано для того, чтобы исключить сложности при получении медицинских и образовательных услуг. На помощь от государства, только психологическую, теперь могут рассчитывать участники ЧУЭС. Консультации для пострадавших будут бесплатными. Дальше говорили о внесении изменений в проект бюджета. В частности, решили дать госгарантию мусороперерабатывающему заводу на кредит для строительства полигона в Селингинске. Появился шанс такой, воспользоваться федеральной поддержкой. Сумма приличная. И было специальное седание Совета полигонной политики, проводил Алексей Самбуевич. Мы ее нагласно поддержали через концессию. Строительство полигона обойдется почти в 500 миллионов. Большая часть этих денег – субсидия из федерального бюджета. Оставшиеся средства нужно внести самим. Одним из условий предоставления капгранта является заключенное конституционное соглашение. И там есть распределение, что сумма, выделяемая из федерального бюджета, должна составлять не более 95% от стоимости строительства полигона без НДС. То есть мы сейчас заключаем конституционное соглашение. РМЗ оплачивает вот эту сумму НДС. И подаем заявку на сумму, которая не будет превышать 95% от общей стоимости полигона. Сейчас на месте будущего полигона находится несанкционированная свалка. И на ее содержание приходится выделять порядка 6 миллионов в год. Также в статье о расходах республиканского бюджета теперь появится новый пункт. Добавили такую строку, которая в последующем в Министерстве транспорта может уже финансировать ремонт трамвайных путей, которые на уровне дорог в этом городе Улан-Удэ. Изменения коснулись и сферы сельского хозяйства. Депутаты приняли закон, согласно которому фермеры смогут получить землю без торгов на срок до 5 лет. Статья 10.1 закона Российской Федерации об обороте земель сельскохозяйственного назначения вносит некоторые ограничения. В том числе эти земли должны быть, во-первых, использованы целевым образом, во-вторых, их нельзя передавать в супаренду, в-третьих, земельные участки, предоставляемые, не должны превышать по площади размеры установленных в субъектах Российской Федерации. Если помните, у нас от 3 до 20 гектаров. Ну и, соответственно, еще один момент. Заявления рассматриваются в порядке подачи. То есть, кто вперед подал заявление, тот имеет преимущественное право на получение земли в аренду. Также сельхозтоваропроизводители отныне смогут получать госуслуги онлайн. Можно будет подавать заявки на субсидии и гранты в электронном виде. Постановлением правительства Российской Федерации будет предусмотрен порядок предоставления услуг в электронном виде в сфере развития агропромышленного комплекса. И будет создана единая система электронных сервисов, которая позволит получить информацию о мерах господдержки, подать заявки, проконтролировать движение заявок и проконтролировать результаты рассмотрения. Но вместе с тем подача заявок на бумажных носителях, она также будет сохраняться. Но эти изменения вступят в силу только с начала 2025 года. Внесли поправки и в закон о недрах. Не отрегулирован вопрос. Из-за этого по передаче общероспространенных месторождений, мы имеем в виду гравий, песок, глина, при строительстве железных дорог. При строительстве автомобильных дорог этот вопрос решен. Хотя у нас на комитете тоже споры возникли, что несколько месяцев уходит. Но там, минимум, другие какие-то нюансы стали интересоваться. А здесь предоставляется право без аукциона предоставлять вот эти месторождения. Потому что для строительства железных дорог, как вы знаете, необходимо что? Гравий. И это касается муниципальных районов, где у нас проходит железная дорога. Также были поправки согласно федеральному закону о противодействии коррупции. Уточнение сведений, касающихся поступивших денежных средств, подотчетное лицо должно давать в течение 15 дней. Ну и также внесена поправка, касающаяся электронной государственной системы «Посейдон», в которую забиваются все данные, касающиеся должностных лиц и лиц, которые отчитываются по сведениям о доходах, расходах и имущественном состоянии себя, своих супругов и несовершеннолетних детей. И теперь у нас эта ссылка появилась и в законе о народном хурале, и о статусе депутата народного хурала. Своевременно должны предоставлять информацию должностные лица и уполномоченному по защите прав предпринимателей. Отныне за игнорирование таких запросов можно нарваться на штраф. За непредставление информации своевременной, за недостоверную информацию, за отказ от содействия, потому что мы считаем, что полномоченный по правам предпринимателя, он очень ответственная работа, особенно в наше время. Мы знаем, какие были ограничения по ковиду, сейчас операции сводят, поэтому всегда его поддерживали и в этом случае единогласно поддержали. Ну, тем более, практика показывает, больше половины регионов уже принят такие законопроекты. Также на очередной сессии решился ряд кадровых вопросов. В частности, утвердили четыре кандидатуры на должности мировых судей по Севербайкальскому району, Прибайкальскому и двоих из Улан-Удэ. Также рассматривали вопрос о назначении аудитора счетной палаты Бурятии. Депутаты выбрали, назначили Алфунову Оксану Семеновну, аудитором, которая проработала долгое время в бюджетном комитете, имеет большой опыт в муниципальном образовании, еще до работы в Народном курале, работала в Сенегинском районе, она получила 36 голосов. Вернуть в образовательный процесс трудовое воспитание учащихся – вот еще одна инициатива, которая была поддержана депутатами. Идея принадлежит Государственному совету Удмуртии, и она находит отклик во многих регионах. Основой воспитания ребенка будет труд, обучение. Как мы, в свое время ничего зазорного не было, когда ребятишки отрабатывали, после, например, во время каникулы лета они сами следили за порядком и чистотой в своих кабинетах. Депутаты Удмуртии предлагают организовать школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха. Всего на минувшей сессии депутаты рассмотрели 27 вопросов, приняли 20 законов и 7 постановлений.